Выехать с парковки как положено получается не у всех. Автомобили так и остались в снежном блину, пока их владельцы поспешили на работу в общественном транспорте. За нерасчищенные межквартальные дороги и дворовые проезды ответ держат заместители глав районных администраций в департаменте городского хозяйства и экологии. Сегодня утром в каждом районе работали десятки дворников. Хотя еще вчера вечером руководители говорили о сотнях. Промышленный район. Заявлено 500 было 39 на 7 утра. 500 это было заявлено с 7 утра. 250 человек это я вместе с СЖ посчитал. У вас на 7 утра всего нашли 39 человек. Что вы сейчас говорите? Даже 250 не нашли. Были почищены 90%. Видно, что свежак поработали. Не отличился прилежностью и Красноглинский район. По данным проверки городской административно-технической инспекции по благоустройству, количество работавших дворников сильно преувеличено. У нас есть подъезды, у них отработаны практически на 95%. Практически все. А проезды очень плохо. Техника сегодня работала, дворники у них не вышли. Почему врети? Да кто сказал, что мы врем-то, я не пойму. Антигероев будут знать в лицо. На так называемой доске позора в департаменте городского хозяйства и экологии появятся портреты всех ответственных за нерасчищенные от снега дворы и проезды. Критика сегодня прозвучала. Мы не собираемся замыливать себе глаз. Поэтому сейчас потребуем объяснения с этих руководителей. И будут приняты меры административного воздействия к ним. Типа страдало качество работы. Естественно, эту работу они доработают сегодня в день и будут работать ночью. Мы эту ситуацию исправим. Возможность исправиться коммунальщикам предоставится совсем скоро. Уже сегодня ночью синоптики обещают небольшой снегопад, который может усилиться завтра. Марина Матвеевична, Алексей Золотенков. События.